У нас в гостях председатель наблюдательного совета Института демографии, кстати говоря, миграции, кстати говоря, и целого регионального развития Юрий Крупнов. Юрий Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. А ваша реакция на это предложение, раз уж мы тут... Графум? Паспорт? Да, графум. Да, мне кажется, надо туда просто оставить пустое место. Кто хочет, тот заполняет. У нас есть такой правок в институте. Да нет, тут так и предлагается. Но, собственно говоря, тогда... Тогда кто не записался, будут подозревать, что он кто. А чего это ты не записался-то? У нас, честно говоря, я большой тут проблемы не вижу. Рабинович, Рабинович, а ты почему не записался, что ты русский, например? Я большой проблемы не вижу, и я согласен вот с звонившим вам по поводу того, что это точно не приоритетная проблема для страны. И плюс уже все запутались и устали. То действительно нас разрусивали, то сейчас еще теперь обрусивают, там как-то еще. То есть, ну, уже просто всем скучно, потому что проблема все-таки страны... Русский же это очень широкое понятие, и даже вот, честно говоря, его как этническое очень трудно воспринимать. Вот, поэтому кто хочет, может заполнять. У нас конституционное право есть, есть такая графа. Но в татарстане этим увлекаются. Они все время пишут, что они там, так сказать, вот они ввели у себя в татарском паспорте эту графу. Ну, я понимаю, я считаю, что государство не должно этим увлекаться. Я думаю, что она еще может нам аукнуться, это и графа татарская, как она аукнулась во времена раннего Шаймиева и раннего Ельцина, когда мы все мерились с суверенитетами. Вот чем это может закончиться. Нет, я с вами полностью согласен, когда это делается в рамках существующего разделения на республики-нереспублики, и, соответственно, когда у нас, по сути, культивируется, в том числе, кстати, стратегией государственной национальной политикой, культивируется положение, что у нас есть угнетенные меньшинства, по сути. Которые кем-то угнетаются, но при этом все боятся там написать открыто, что русским угнетаются, но кем-то угнетаются. Поэтому нужно, нужно, соответственно, помочь вот угнетенным меньшинствам и так далее. Но это, я считаю, извива вот этого 20-летнего после Советского Союза пути, когда, по большому счету, задача была непонятна, что вот русские они станут делать. Русские в широком смысле, еще раз повторяю, да, и на всякий случай нужно их было приструнить. Я напомню, что у нас человек, который сегодня отвечает за русский мир, он 10 лет назад боролся с русским фашизмом. Поэтому я приехал, вот помню... У нас кто за него отвечает? Владислав Юрьевич Турков, у нас русский мир стоит. А, он отвечает. Но они у нас Украина курируют и так далее. А 10 лет назад, как этот лагерь замечательно называется в Тверской области молодежной... Селигер. Селигер, на Селигере. Вот меня попросили выступить с лекцией. Я приехал, и я начал рассказывать, Россия, мировая держава, какие у нас проблемы, как нам надо восстанавливать нашу суверенность, технологическую суверенность. А ребята стали кричать и говорят, хватит ерунду пороть. Говорят, давайте, говорит, обсудим русский фашизм, как он угрожает, соответственно, России. Вот. И я как пытался, ну, говорю, ребят, дайте потом это, если интересно, я отвечу. Но оказалось, что как бы у них книжечки такие были, где было написано, что русский фашизм это главная угроза России. Ну, вообще, у нас сейчас слово фашизм так затаскали, что у нас там уже каждый третий уже фашизм. Я согласен. Поэтому я и говорю, поэтому лучше, лучше. Я в этом плане с вами согласен вообще-то всю сторону отодвинуть, потому что, не говоря уже про дифференциацию, все-таки республик и обычных краев и областей. Вот это ключевой момент, он будет назревать с каждым годом, подспудно зреет масса всяких неожиданностей. Я вообще, мне у Жириновского далеко не все не нравится. Не все нравится, но в этом я с ним согласен. Не должно быть никакого национального деления, должны быть вот эти губернии там. Конечно, культурно-национальная автономия прекрасная. Ну, все, до свидания. Это для статьи Тащи Сталина к вопросу о языкознании и национальном вопросе.